Джиллиан Рассел, One True Logic, ну, со знаком вопроса имеется в виду, видимо, вопроса о единственной настоящей истинной логике, правильной там и так далее. Ну, значит, вообще, кто такая Джиллиан Рассел? Я особо много про нее, конечно, не знаю, но вообще она как бы логик, философ, аналитической философией занимается. И особо, насколько я могу понять, ее интересует проблема логического плюрализма, всяких там общезначимых или, как еще иногда говорят, валидных аргументов и так далее. В общем-то, эта работа как раз именно этой теме и посвящена, и здесь она собирается поднимать вопросы как раз о том, может ли быть какая-то логика, которая считается хотя бы в какой-то степени единственной, правильной, на которой все стоит и так далее. А на этот вопрос сводит к вопросу о так называемых трусберах, ну, не истинных медведях, естественно, а о носителях истины, и ее ключевой аргумент состоит в том, что очевидные кандидаты на роль вот этого вот носителя истины в рамках логики, вот такие, как предложения, пропозиции, ну, там она еще потом будет упоминать всякие символы, высказывания и так далее, все они, так или иначе, при критическом рассмотрении, они не могут нормально выступать в роли вот этого самого единого для всей логики носителя истины. И поэтому в зависимости от того, что мы выберем как основу нашей логики, то есть, например, выберем мы пропозиции, будет у нас логика пропозициональная, она будет отличаться от логики, если мы выберем в качестве нашей основы предложение, то есть логика предложения, логика пропозиции будут отличаться. В дальнейшем по мере статьи я это покажу. Значит, презентажку я решил не делать, потому что здесь не так много каких-то сложных построений у нее, которые требовали бы какого-нибудь подробного разбора на презентации. Скорее, я хочу просто восстановить некоторые ее утверждения и аргументы, ну и в конце объяснить, постараться самому себе, видимо, в том числе, что она пыталась вообще сделать. Итак, начинает она с того, что изначально такой несколько неочевидный тезис о том, что логика, она как бы изучает общезначимость и в первую очередь общезначимость аргументов. И для нее логика сводится к тому, что вот есть некоторые аргументы. Аргументы – это, как известно, некоторое количество посылок, которые при истинности посылок должны обеспечивать истинное заключение. Это так называемый валидный общезначимый аргумент. Таким образом получается, что в рамках той или иной логики все множество определенных построений в рамках этой логики можно разделить на две части. Первая часть – это общезначимые аргументы, и вторая часть – это необщезначимые аргументы. Здесь у меня сразу же некоторый вопрос возникает, который я, ну в том числе, если у вас возникнут какие-то соображения, просил бы вас поделиться ими, у меня возникает вопрос, вот сам этот изначальный тезис о том, что логика – это про аргументы. На мой взгляд, здесь возникает некоторый такой очевидный переход сразу в такой конструктивизм, что ли. То есть, что такое аргумент, по большому счету? Аргумент – это некоторое построение, которое создается для того, чтобы доказать истинность определенного заключения. Ну то есть, в определенном смысле аргумент – это наш инструмент для того, чтобы продемонстрировать, что наша точка зрения правильная, а чья-то другая неправильная. И, соответственно, опровержение аргументов – это тоже, в общем-то, инструмент своеобразный. То есть, здесь изначально логика сводится исключительно к некоторому такому изучению инструментов, при помощи которых можно что-то доказывать или опровергать. То есть, в определенном смысле логика превращается в какую-то такую науку или область знания о доказательствах. То есть, у нее изначально вопрос о том, что могут быть какие-то логические объекты, и он как бы даже и не поднимается. Может быть, она намеренно его выносит за скобки, чтобы как раз с точки зрения функционирования логики показать, что никаких таких объектов быть не может. А может быть, что-то здесь не то. Ну, в общем, короче говоря, идея в том, что вот у нас есть аргументы, есть общезначимые аргументы, а есть необщезначимые аргументы. Вот, здесь у нее присутствует такая очень неочевидная для меня тоже мысль о том, что вообще, строго говоря, в рамках логики существуют вот эти самые разные логики. И, несмотря на то, что они отличаются, и несмотря на то, что у классической логики, или вот как здесь она пишет, у логики S5, у них множество валидных и невалидных аргументов, они различаются. Ну, как бы это можно рассматривать не то, что они какие-то там принципиальные соперники, а это просто два способа определять эти самые множество валидных и невалидных аргументов. И вот здесь она как раз эту мысль выводит о том, что, ну, такие как бы, то есть она считает, что S5 это просто расширение классической логики, ну, и раз это просто расширение некоторой классической логики, то эти логики не должны рассматриваться как соперники. Здесь мне сразу же вспомнился Куайн, который как раз рассматривал модальную логику и немодальную логику соперников, и, в общем-то, он определил, что модальной логике во всей этой истории не место, и я решил посмотреть ее примечание, примечание номер один. И да, как раз она про Куайна говорит, про эту самую историю, ну, то есть она как бы это упоминает и продолжает дальше, ну, как бы, с тем, что есть. Ну, это, в принципе, нормальная история, потому что если слишком строго следовать тому, что писал Куайн, то, в общем-то, мало чего по этим проблемам, ну, по проблемам логического реализма и не только вообще можно написать. Вот. Ну, короче говоря, она собирается разбирать как раз вопрос о том, а вот эти вот самые разные логики, они в каком статусе относительно друг друга находятся. И если эти разные логики все-таки действительно разные, то в чем разница между ними? Вот. Ну, и она как раз переходит к идее логического плюрализма в первом пункте своей работы. Ну, и вот идет здесь первое базовое определение общезначимого аргумента. Аргумент является общезначимым в случае, если в любой возможной ситуации, в которой все посылки истины, заключение тоже истины. Ну, и вот здесь она начинает рассказывать о том, что вообще-то концепции возможных вот этих самых ситуаций, ну, и возможность это такая переделанная необходимость, и наоборот, здесь существует множество различных видов возможностей и необходимости. Логическое, концептуальное, метафизическое, эпистемическое, ну, и так далее, короче. И далее она переходит к тому, что некоторые концепции необходимости и возможности более строгие, чем другие. Ну, стандартная вот эта штука, что метафизическая необходимость самая строгая, номологическая, или, как ее еще иногда объясняют, физическая, хотя они немножко отличаются, менее строгая и так далее. То есть определенные вещи могут быть, могут, условно говоря, нарушать сложившийся какой-то физический, законы сложившегося физического мира. Ну, предполагается, что, типа, возможно, чтобы гравитационная постоянная была другой. Ну, возможно же, ну, наверное, возможно. То есть это был бы какой-то другой мир. Но при этом метафизические необходимости определенные нарушать нельзя. А вот пример метафизической какой-то необходимости или истины привести чуть сложнее, потому что, ну, в рамках классической какой-то истории метафизические необходимости, они еще более крутые, чем логические необходимости. То есть, по идее, метафизически может даже нарушаться закон исключенного третьего, так что здесь достаточно все проблематично. Однако ее задача не в том, чтобы разбираться в том, как они соотносятся на самом деле, а в том, чтобы показать, что на самом деле вот эти самые определения модальности и необходимости и так далее, они зависят не только от метафизичности или еще чего-то. Они зависят, в общем-то, от того, как мы в определенном смысле произвольно определяем отношение достижимости. Ну, например, вот в этой как раз части она говорит о том, что вот есть система, где отношение достижимости рефлексивно и транзитивно, а есть вот метафизическая необходимость, где оно рефлексивно и симметрично. И вот здесь вот я выделил вот эту часть, я уже успел поделиться своим недоумением в отношении этой цитаты и еще раз им, пожалуй, поделюсь, потому что я не понимаю, что имеется в виду. То есть, вот конкретно вот эта часть у меня вызывает вопросы. Необходимо, что P может быть истинно во всех мирах, достижимых из мира G, при том, что P может быть неистинным в любых из этих миров. И здесь у меня возникает некоторый вопрос, потому что вот в последнем у нас отношение достижимости рефлексивно. Что это означает? Это означает, что из одного мира можно перейти в этот же самый мир. Необходимо, P означает, что во всех мирах, достижимых из данного, P является истинно. То есть, в мире G у нас находится необходимо P. Мир G достижим из мира G. Это означает, что в мире G, помимо необходимого P, должно быть истинно и P. Но при этом она пишет, что как бы может быть такое, что это и не так. В общем, я не понимаю, как это возможно. И если у кого-то есть какие-то соображения по этому поводу, как это работает, буду рад, если вы со мной поделитесь. Ну вот. В общем говоря, она потом переходит к тому, что на самом деле вообще слово «возможность» как бы в рамках нашего определения общезначимости несколько двусмысленно. И у нас есть разные концепты возможностей. И, в общем, строго говоря, все зависит, опять же, от того, как мы построим определенную теорию, определенную логическую, в рамках которой мы будем строить множество общезначимых и необщезначимых аргументов. Есть определение «белое рестало». Они заменяют слово «возможная ситуация» на «всякий случай», в котором некоторые предпосылки истины. А, ну вот. В общем, «белое рестало» они приводят к другое определение общезначимого аргумента. И, в принципе, здесь возникает вопрос в том, что раз у нас определение общезначимости оказывается, ну, в общем, тоже несколько сомнительным, то у нас и понятие логического следования может быть как бы формально определено, а может быть неформально определено. То есть понятие логического следования оказывается несколько разбытым тоже. Ну, вот приводится в определение ограничительного тезиса Таркского о том, что предложение X логически следует из предложения класса K, если только если модель класса K также является моделью для X. Ну, это тезис ограничительный, а более генерализированный, обобщенный, наверное, тезис Таркского состоит в том, что аргумент валиден тогда и только тогда, если в каждом случае. Если посылки истины, то и заключение истины. То есть здесь как бы брел и юристал, они как бы основываются на обобщенном виде тезиса Таркского. Ну, и потом рассматривается идея о том, что мы можем на самом деле рассматривать не случаи, а вот эти самые ситуации, которые будут вести себя так же, как возможные миры, за тем исключением, что они могут быть незавершенными. Ну, и здесь повторяется, что интерпретация случая поддерживает релевантное рассмотрение следования, согласно которому классический общезначимый аргумент, что из-за следует B или не B, он будет необщезначим. В общем, это такая несколько была, некоторая ремарка была у нее в адрес логического плюрализма, то есть на чем он вообще стоит, на том, что, собственно говоря, можно сделать такое обобщенное определение общезначимости, согласно которой в разных, скажем так, при разных выборах каких-то системных ограничений, что ли, или системных условий. Из них, ну, короче говоря, отношение следования будет работать по-разному, хотя общее правило будет одно и то же. Ну, то есть здесь все на семантике возможных миров будет завязано. Вот, ну, теперь она собирается заниматься вопросом вот этих самых носителей истины, и разбирать она это собирается на примере стандартного аргумента, очень давно из местного, все люди смертные, сократ человек, следовательно, сократ смерти. Ну, в принципе, для нас очевидно, наверное, что этот аргумент общезначим, валиден, но ее интересует вопрос, а как бы, что является здесь носителями истины, что в итоге делает этот аргумент общезначим? То есть какие логические штуки, если так можно выразиться, определяют то, что этот аргумент правилен? Ну, и вот она определяет кандидаты, которые у нас существуют. Это предложения, пропозиции, символы, утверждения, высказывания, случаи предложения, убеждения и суждения. И вот здесь она так отмечает, что, несмотря на то, что вроде бы очевидна некоторая проблемность этого вопроса, логиков как-то не особо интересует он. То есть они не проводят особо много времени в поисках этих самых носителей истины и делают вид вообще, что этой проблемы не существует. И она отмечает, что на самом деле это, конечно, обусловлено несколькими факторами. Вот первое из них, мне достаточно понравилось такое описание, что, во-первых, книги по логике, они написаны, многие из них написаны для новичков. Ну, и понятное дело, что когда вы пытаетесь объяснить новичку какие-то базовые вещи о логике, вам, наверное, не надо пытаться грузить его подробностями про то, а что же является носителем истины вот здесь. Их бы таблички истинности, условно говоря, научить строить, чтобы они более-менее умели оперировать с стандартным каким-то инструментарием этой области знания. И вторая часть причины, почему никого это не интересует особо, в том, что многие книги по логике и статьи по логике написаны для специалистов, скажем так. И здесь проблема с другой стороны проявляется. Специалистам интересны какие-то сложные технические вопросы, а не философские, скажем так, аспекты или какие-то философские проблемы в данном случае. Мне кажется, что эта ситуация в равной степени, наверное, может быть найдена и в математике тоже. То есть, условно, математики, когда занимаются какими-то математическими исследованиями, им интересны именно какие-то аспекты конкретно математических, во многом технических проблем, а вовсе не философские основания. И поэтому, как, ну, довольно известный факт, что многие математики просто придерживаются определенного наивного платонизма в отношении оснований математики, и, в общем-то, им этого хватает. Вот. Это первый такой социологический аспект, почему этим никто особо не занимается. А вторым аспектом является то, что с точки зрения многих логиков, я так понимаю, что Рассел, видимо, это слышал от многих логиков, Рассел прям отдельный такой, половину параграфа практически. Провела тем, чтобы объяснить, почему так происходит. Дело в том, что с точки зрения многих логиков это вообще не важно. То есть, суть в чем? Вообще плевать, что там является носителем истины. Если это работает с технической точки зрения, то все нормально. И, иными словами, неважно, какие у нас взгляды в отношении того, что является у нас основой пропозиции или предложения, технически все правильно, значит, все правильно. Так а зачем тогда этим заниматься? Вот. Ну, правда, с ее точки зрения это не совсем так. И она как раз проведет достаточно большое количество времени во время написания этой статьи тем, что будет показывать, почему на самом деле смена вот этих самых взглядов в отношении философских оснований меняет и технический аспект тоже. Ну, значит, начинает она с самой классической версии того, что является вот этим самым носителем истины и основы. Как и в случае как раз с математикой, с философией математики, которую я упоминал, она говорит, что, ну, самой такой распространенной версией тоже является наивный пропозиционализм, что, в общем-то, можно свести к наивному платонизму. То есть в чем суть? Высказывание, предложение, убеждение, суждение о чем-то истина, потому что некоторая пропозиция истина. Вот пропозиция есть, она основа всего, а мы потом о ней либо высказываемся, либо убеждаемся в ней, либо судим о ней, либо, ну, что угодно делаем. Ну, в общем, все, что истинно или не истинно, это в соответствии с пропозицией. Ну, значит, она рассматривает вот такое классическое построение. Здесь у нас B1, B2, B3 – это любой случай вот этого вот постановки вроде там предложения, высказывания и так далее. B1, B2, B3 – это пропозиция. То есть классическая концепция заключается в чем? Некоторая последовательность высказываний. Ну, возьмем просто высказывание, например, здесь можно что угодно поставить. Вот эта вот последовательность, которая является аргументом, валидна, если и только если последовательность пропозиции валидна. Вот. Ну, вообще-то, как бы она говорит, что это не совсем работает. Почему? Ну, вот здесь вот она упоминает, что могут быть случаи, когда последовательность высказываний, условно говоря, валидна, а соответствующая ей последовательность пропозиции невалидна, и наоборот тоже может быть. И для примера она говорит, что давайте будем использовать классический яроссельянский взгляд на пропозиции имена. И, ну, там еще Каплан будет очень часто упоминаться, как раз во многом именно на его концепции будет построена большая часть ее критики в данном случае. Ну, и, в общем, она говорит, давайте рассмотрим пример, известный, я думаю, всем очень хорошо пример, про геспер, фосфор и так далее. И вот с точки зрения классической теории пропозиции, высказывание геспер есть геспер, это тройка тождества, ну, и вот это вот имена для геспера. Ну, и фосфор как бы здесь тоже всплывает, и у нас тогда получается, есть высказывание геспер есть фосфор, и это высказывание истина, потому что ему соответствует точно такая же пропозиция. Ну, и здесь идет стандартная такая штука. Вот у нас есть аргумент, из геспера есть геспер, следует геспер есть фосфор. Хотя вообще-то как бы это не общезначимая штука. Вот. В общем, самая стандартная проблема, как я уже сказал, наверняка с ней все знакомы, она ее пересказывает. То есть пропозиция у нас одна, а высказывание, предложение, суждение, убеждение и так далее, они друг от друга отличаются. Таким образом получается, что у нас из пропозиции следует она сама, ну, так как отношение следования рефлексивное, значит, следование в отношении пропозиции работает, а вот следование в отношении предложений, суждений, высказываний и так далее, оно не работает. То есть вот эта вот версия классической концепции, она в данном случае проваливается. Но, говорит она, это еще не все. И здесь у нас возникают индексикалы, которые разрушают, скажем так, классическую концепцию пропозиции с другой стороны. Что у нас здесь получается? Вот есть случай употребления с индексикалом. Я в Банфе, ну, это город такой в Канаде, я так понимаю, именно в Банфе проходила конференция, где она представляла этот доклад и его обсуждала, там она потом ссылаться даже на это будет. Вот, и она говорит, что как бы, вот есть следование, что я в Банфе, и есть высказывание, ты в Банфе. Вот. И здесь суть в чем? Если я в Банфе, говорит она сама, а ты в Банфе, говорит ей кто-то еще, то вообще-то, строго говоря, это нормальный общезначимый аргумент. Вот. Это значит, что, ну, здесь как бы все должно быть нормально. И здесь вот в шестом случае, здесь то же самое, я в Банфе и автор статьи вот этой, одна настоящая логика в Банфе. Это тоже как бы общезначимый аргумент, если, опять же, нормально строить данные аргументы. Ну, еще здесь есть совсем такой случай. С точки зрения классической концепции, по сути, даже не рассматриваем. Вот она говорит, что посылок вообще нет, есть вывод, я здесь, сейчас. И это тоже общезначимая штука, потому что, как она говорит, особенность вот этой фразы заключается в том, что она никогда не может выражать ложную пропозицию. Ну, то есть высказывание, я сейчас здесь, оно всегда истинно, условно. Это упрощение, естественно, она тут в детали несколько вдается, но я думаю, что мы не будем на это останавливаться. То есть вот, это высказывание не может выражать ложную пропозицию. Это означает, что посылок может вообще не быть, а аргумент общезначимый. Ну, здесь такая, конечно, несколько тоже вызывающая у меня вопросы штука, но, в принципе, я готов с этим смириться. Но вообще аргумент без посылок – это нечто, что противоречит, наверное, здравому смыслу, такому стандартному. Но технически почему нет? Короче говоря, она здесь продемонстрировала, что классическая концепция, она нифига не работает. И пропозиции могут отличаться от предложений, осуждений, высказываний, и наоборот тоже может быть. То есть все может быть совсем не так, как в классике. Вот в пункте 2.1 она решила рассмотреть концепцию, концепции Квайна и Голдфарба. Здесь она отмечает как раз, что вообще многие логики, в том числе, не занимаются вопросом всех этих затруднений, в том числе потому, что есть такое ощущение, что Куайн уже все решил. И решение Куайна, оно заключается в том, что аргументы, никаких пропозиций, напомню, у Куайна нет, он их очень не любил. Куайна считает, что аргументы состоят из предложений. Ну, не предложений, а утверждений. Утверждение – это вид предложения, которое имеет истинностное значение, которому можно присвоить истинностное значение. Ну и вот класс утверждений, которым можно присвоить истинностное значение. Все люди смертны, снег белый и трава зеленая, ну и так далее. Есть в противовес этому класс предложений, которым нельзя присвоить истинностное значение. Ну, такие высказывания, как «Привет», «Куда ты идешь?». И вот здесь есть как раз индексикала, то есть я там иду на горячие источники, и демонстративы здесь тоже есть. Вот. Куайн говорил, что нельзя такие штуки ставить в аргументы в виде посылок. Дело в том, что они либо вообще не имеют истинностных значений, ну такое, как высказывание «Привет», например, а уж ничего не значит, либо эти высказывания, предложения, высказывания, их истинностное значение зависит от контекста. То есть высказывание «Я иду на горячие источники» будет сложным, если я это буду сейчас говорить, и оно будет истинным, если его скажет кто-нибудь, кто реально идет на горячие источники. То есть контекстуально зависимые штуки, они нам в аргументах не нужны, это как бы нехорошо, опасно и так далее. Ну и вот Куайн говорит, что от этого надо отказаться. И его последователь, сторонник Голдфарб, он говорит о том, что вообще, строго говоря, такие штуки допускать в аргументах можно, но только нужно их переделывать в нормальный вид. То есть высказывание «Я сейчас нахожусь, допустим, в Екатеринбурге», надо переделать высказывание, что «такой-то, такой-то, такой-то находится в таком-то, таком-то городе». То есть лишать высказывания контекстуальной зависимости. Вот. Ну, Рассел показывает, что Куайновский подход не является адекватным. Дело, опять-таки, в этих самых индексикалах. Она вот здесь показывает такую незанимательную штуку. Вот есть последовательность утверждений. Я в банфе, и кто-то в банфе. Вообще-то это общезначимый аргумент. Хотя с точки зрения Куайна и, господи, как его, Голдфарба, никакой общезначимости в таком аргументе быть не может. Хотя вообще-то, ну, как бы очевидно, что это общезначимая штука. Эта штука истинная, значит, и это истина. Это вариант с демонстративом, насколько я понимаю. Снег белый, ну, как бы значит, сейчас снег белый. То же самое. Ну, и вот здесь вот снова вот эта штука, что посылок у нас нет, но я здесь сейчас. Снова, казалось бы, у нас сплошные индексикалы. Их быть не должно, они все портят нам с точки зрения Куайна и Голдфарба. А на деле мы имеем общезначимые аргументы. Вот, ну, и она еще дополняет, что вообще-то в строгой версии Куайновского взгляда 16 и 17 вообще не аргументы. Ну, как раз потому, что они содержат индексикалы. То есть это, ну, непонятно что. Вот. У меня здесь вот какое есть соображение. Она потом указывает, что, ну, вообще, как бы Голдфарб, который предлагал, что мы можем считать такое аргументами, только если религизировать их к определенным контекстам. То есть если мы привяжем, если мы осуществим перевод, который я уже упоминал, ну, своеобразный такой перевод, с языка индексикального на язык нормальный, ну, условно. И Рассел как раз здесь высказывает возражение, что, ну, вот посмотрите, 16, 17 и 18, они, строго говоря, общезначимы. Но на самом деле, если обратить внимание, то, ну, 17 можно выпустить из просмотрения, а 16, ну, вполне может рассматриваться как пример такого перевода. То есть если вы слышите, как кто-то говорит, что он находится в банфе, вы не знаете, кто это и так далее, вы из этого делаете автоматический вывод, что кто-то в этом самом банфе находится. И здесь речь, на мой взгляд, идет даже не столько об общезначимости аргумента, сколько как раз в том, что вполне в духе Куайна и Голдфарба можно осуществить вот этот перевод и поставить вместо индексикала высказывание без индексикала. С демонстративом, и тем более, вот с этим сложнее, но, на мой взгляд, в рамках 16, ну, Куайна точно можно спасти и никаких особых проблем не должно возникнуть. Ну, может быть, я ошибаюсь. Вот. То есть она рассматривала Куайна и Голдфарба, поняла, что для нее эти варианты нерабочие. Ну, и здесь она собирается рассматривать три основных, три своих основных вопроса. И первый вопрос, вот как она написала, написала making sense of logicians. Ну, значит, раз пропозиции не работают, раз надо что-то другое, вот она и собирается рассматривать других кандидатов. Ну, вот она говорит, давайте попробуем рассмотреть убеждение. Ну, и говорит, что убеждение, оно в размытом виде находится. С одной стороны, это у нас, с точки зрения психологизма, это то, что находится у людей в голове, а с другой стороны, это содержание пропозиции. Ну, вот с точки зрения Фреги, психологизм элиминируется, то есть пропозиция – это точно содержание убеждений. Убеждение – это точно содержание пропозиции. Вот. А как пример он приводит убеждение, которое является как бы истинным, но при этом никто никогда не был в этом убежден. Ну, вот как бы тут про тарского зерно столетний и так далее. Вот. Также отмечается, что убеждение также может отсылать к пропозиции, в которой кто-то убежден, а не к какой-то психологической сущности. Ну, вот здесь вот идет такая игра с самореферентностью, особенно 21 меня порадовала, и Питер в этом убежден тоже, но это ложь там и так далее. Короче говоря, психологизм не проходит. И она как раз говорит о том, что в таком случае убеждения, они сходятся по своей роли с пропозициями. То есть, по большому счету, пропозициональная логика и логика убеждений в рамках аргументации, в рамках общезначимости аргументов ведут себя одинаково. Это означает, что у них те же самые проблемы, которые я описал выше. Ну, в самом начале, о том, что последовательность высказываний может быть общезначимой, а последовательность пропозиции может не быть при этом общезначимой. Вот, ну, собственно говоря, примеры она приводит, что геспер есть геспер, из этого следует, что геспер — это фосфор, это необщезначимая штука. И здесь то же самое. Я в банфе, из этого не следует с необходимостью, что Джиллиан Рассел в банфе, потому что это я могу сказать, что я в банфе, а Джиллиан Рассел может в этот момент вообще не быть в банфе. То есть это нужно, чтобы один человек говорил, он при этом в банфе был. Вот, то есть, как она говорит, условно говоря, единичной какой-то штуки вроде пропозиции или предложения ее недостаточно для того, чтобы схватить вот эту вот самую суть общезначимости и суть носителя истины. Поэтому она говорит, давайте попробуем, как некоторые делают, сделать некоторую двойку. То есть у нас будут предложения и значения. Вот такая вот двойка получается. Теперь она говорит, надо понять, что такое вот это самое M. Что это за значение такое? И здесь как бы сразу возникает вопрос, может быть, это та самая пропозиция, которая выражает символ этого самого предложения, ну или что-то еще. Ну и вот она снова реконструирует то, что было вначале. То есть раньше у нас была идея о том, что отдельно стоят предложения, отдельно стоят пропозиции, они должны быть общезначимыми, ну только если другая последовательность общезначима. А здесь у нас получаются вот такие пары. Ну, тем не менее, несмотря на то, что мы так сделали, у нас все равно возникают некоторые проблемы. А вот есть утверждение 25, геспер яркий и фосфор яркий. Вроде бы одно из другого следует. Вот так оно должно выглядеть. То есть у нас есть S1, то есть здесь это условно говоря, геспер яркий, S2 – это фосфор яркий, а B1 – это некоторое вот это самое значение в роли пропозиции, на которое они ссылаются. Что здесь не так? Так. Я не помню, что здесь не так. А, ну понятно, здесь похожая ситуация, то есть суть в том, что у нас опять различаются предложения при одной и той же пропозиции. Вот. Так. Ну, здесь снова идут примеры с аргументами без посылок, а с индексикалами. И вот в случае 26 высказываний я сейчас здесь. У нас все еще общезначимая, все еще логическая истина. Ну, по все той же причине, что вроде как это высказывание никогда не может быть можно. Но при этом у нас есть высказывание, которое выражает то же самое. Джиллиан Рассел сейчас в банфе. Ну, напомню, она это в банфе писала, видимо. И смысл в том, что и 26, и 27 выражают, условно говоря, один и тот же смысл, одно и то же значение, но 26 у нас общезначимая штука, а 27 не общезначимая штука. Ну, вот опять, какое-то рассихронное состояние у данных аргументов. Она говорит, ну, вот есть другой подход. Подход Каплана, который заключается в том, что вот эти штуки, высказывания, я здесь сейчас, и Джиллиан Рассел в банфе, они выражают одинаковую пропозицию в некотором контексте, но их charactors, смыслы, ой, смыслы, символы, в смысле Каплана, они различаются. Что вообще такое вот этот самый смысл? Смысл, как я понял, это некоторая своеобразная функция, которая приписывает определенное высказывание в контекст. То есть, оно относит некоторое значение именно в определенный контекст, и Каплан с помощью этого пытался починить индексикалы. Вот. И таким образом получается, что у нас высказывание «я здесь сейчас», оно всегда контекстно-зависимое, оно вшивается в контекст, и вроде как все должно работать. Вот, собственно говоря, здесь это определение. В Каплановской модельной теории символ представляет собой функцию от контекстов к содержанию, которое репрезентировано в функциях от возможных миров экстенционалов. Вот такие дела. Снова, опять же, оно повторяет вот эту историю про то, что высказывание здесь сейчас. Оно всегда отображает контекст пропозиции, будучи истинным в этом контексте, ну и в итоге как бы оно никогда не может быть истинным. Вот. Так. Да, в Каплановской теории история с геспером и фосфором, казалось бы, решается через эти самые символы. Я, кстати, вот этот момент у нее не очень понял, то есть мне до сих пор не совсем понятно, почему 28 общезначимо, а 25 нет. Напомню, 28 это геспер-ярок, ну, следовательно, геспер-ярок, здесь, я думаю, все понятно, а 25 это геспер-ярок, следовательно, фосфор-ярок. Видимо, здесь дело в том, что у Каплана имена это константы. То есть в итоге, как у Рассел, он расследует вот эту штуку у Рассела, что имена отсылают именно к какому-то конкретному, уникальному условно объекту. Вот. Вот как раз здесь у нее написано, что любое имя это постоянная функция, константная функция от контекстов к референту. Ну, и тогда получается, что, несмотря на то, что, опять же, условная вот эта пропозиция или значение одинаковая, из-за того, что имена разные, у нас снова не работает общезначимость. Вот. Она здесь пытается несколько эту концепцию починить, но, я так понял, ей сама эта идея не очень нравится. Вот. Поэтому я особо подробно останавливаться на этом не буду. К чему она потом переходит? Вот, говорит, она у нас есть несколько, некоторая такая головоломка. Аргументы, составленные только из предложений, они не могут нормально обеспечить общезначимость, потому что предложения не являются вот этими самыми носителями истины. Аргументы, которые построены только из значений, ну, то есть, из пропозиции или что угодно, что мы будем брать как значение, они тоже не могут быть вот этим самым объектом общезначимости, потому что разные предложения могут иметь одно и то же значение, но при этом выражать одно значение в одном смысле и другое значение в другом. То есть, оба этих подхода, они как бы не работают. И вот подход к плану, он пытался, это была попытка объединить эти самые два подхода, но тоже получилась как-то не очень работающая история. Вот. Короче говоря, ничего не работает. И какой подход не возьми, возникают серьезные проблемы. Ну, и вот она переходит к своему предложению, что здесь можно сделать, отмечая, что да, у нее в основном такая негативная работа, ну, понятное дело, не в смысле пенсионизма, яркого такого, а просто в том плане, что она в основном показывает, что что-то не работает. Она предлагает сделать идею, сделать такую концепцию, где будет будет важно, как референт был зафиксирован за определенным символом, словом и так далее. То есть она предлагает ввести вот эту самую проблему с геспером и фосфором то, как вообще геспер и фосфор получили свои значения. То есть ввести вот определенный исторический контекст, то есть что геспер получил свое название, как звезда вечерняя, вот так вот, а фосфор получил свое значение, как утренняя звезда, вот так вот. И тогда она говорит, что если у нас эти фиксации будут, то у нас не должно возникнуть никаких проблем. То есть мы будем знать, условно говоря, из контекста, что это одно и то же, просто оно как бы вот так вот было присвоено. Я так понимаю, что у нее эта идея не проработана, потому что, опять же, она это только немножко упоминает здесь, ну, вводит вот эту историю и все. То есть, ну, видимо, просто у нее некоторое предложение было, но подробной разработки нет. Вот. В пункте 3.2 она говорит о том, что могло ли бы быть по-другому. И здесь у нее вопрос стоит в следующем. Можно ли, ну, то есть, предположим, что у нас есть нормальная логика, которая работает с теми самыми нормальными носителями истинными, которые нам нужны. И здесь она задает вопрос, а как бы, а почему бы, даже если такая логика есть, нельзя использовать логику другую, например, там, логику пропозиции, логику утверждения, высказывания и так далее. Она говорит тоже, ну, вообще-то есть. И дело в том, что для валидности значимо только то, что при истинности посылок должно быть истинное заключение. И вообще, как бы, строго говоря, без разницы, какой носитель истины мы будем использовать. И вот здесь у меня, видимо, некоторый такой переход немножко завуалированный идет именно все-таки к экологическому плюрализму. То есть, главное, чтобы отношение следования работало. Главное, чтобы работала вот эта самая призначимость аргументов. Это единственное, что важно для логики. А что там у нее будет в основе, это уже, ну, как бы, дело десятого. Ну, и вот она говорит, как бы, будет ли это интересно с философской точки зрения, ну, у нее это открытый риторический вопрос. И вот здесь она приводит примеры 29, 30, 31, три высказывания, которые, три аргумента, которые уже были представлены. И она говорит, что в зависимости от того, как мы будем понимать носители истины, у нас некоторые из этих аргументов будут общезначимыми, а некоторые нет. Вот. То есть, если мы там будем принимать идею, что носителем истинности является высказывание из пары символов, то у нас получится, что истины первые, третьи, ну, и так далее. То есть, тут в зависимости от того, как мы будем менять, у нас будет разнообразная общезначимость. Ну, вот еще есть интересный пример, действительно, который, как она сказала, ей предложил Тимоти Вильямсон, небезызвестный. Посылка сейчас в точности 8 часов вечера, следование, вывод, что так, что сейчас не точно 8 часов вечера. Идея заключается в том, что пока мы строили этот аргумент, прошло какое-то время. Ну, стандартная такая, штука про ускользание времени. И, на самом деле, довольно забавный, действительно, общезначимый аргумент, если мы понимаем, что такое работает. Ну, вот в подходе Каплана, как она упоминает, от этого можно избежать. То есть, у нас можно говорить два разных высказывания, предложения, а про одно и то же самое время в точности. Понятное дело, что с физической точки зрения такое невозможно. Даже одно высказывание нельзя говорить в одно время в точности. Ну, условно, в рамках семантики, наверное, такое можно задать. Ну, и вот здесь у нее следующий вопрос возникает. Будет ли использование таких разных видов логики полезно для каких-либо разных целей. И здесь она честно говорит, что ей особо нечего про это сказать, хотя для нее этот вопрос кажется важным. Она здесь приводит такой пример. Предположим, что пять или шесть человек в комнате, и мы слышим, как кто-то говорит, он очень высокий. Это дает нам повод думать, что высказывание он очень высокий. Истина, как бы, условно, в этом контексте. Но мы все еще не знаем, кто конкретно очень высокий. И здесь нам бы пригодилась одна логика, которая с символами и так далее. То есть мы не знаем, кто конкретно, мы знаем только символ, вот этот самый характер этого высказывания, но конкретного референта мы не знаем. И наоборот, бывают ситуации, когда у нас вот есть утверждение, он, обращаясь к тому, кто перед нами, супермен. И в этом случае мы знаем объект референта, но мы можем не знать как бы вот этот самый символ, что Кларк Кент это супермен. То есть здесь такая сугубо, видимо, эпистемическая история. Получается, у нас знания ограничены, и в разных ситуациях нам просто полезно использовать разных носителей истины. Так, и в заключение, ну, я уже здесь не буду останавливаться, то и так я уже очень много вам что-то рассказываю. Вот как раз она задает вопрос, вынесенное у нее название статьи про одну настоящую логику. Ну, и здесь она на самом деле отвечает на вопрос о том, как бы можно ли считать ее позицию логическим плюрализмом. И подстать вопросу, этот ответ на этот вопрос очень плюралистичный. Она говорит, с одной стороны, как бы логический плюрализм, это только тогда, когда есть как минимум две одинаково корректные теории, которые одинаково хорошо, по-разному отвечают на вопрос общезначимости какого-то аргумента. Ну, вот говорит, вроде как, с одной стороны, у меня это не так. И вот здесь она в одной стороне, в первой части она описывает о том, что вообще, строго говоря, логический плюрализм, он предполагает, что у нас как бы речь идет об одном аргументе и должны быть два разных ответа. А у меня вот как бы получается, что я просто реконструирую один и тот же аргумент, но в итоге получаются два аргумента. А потом в последнем абзаце она говорит, а может быть все и наоборот, может быть действительно это все логический плюрализм и так далее. Вот. Короче говоря, плюралистично. В последнем абзаце да, плюрализм, в предпоследнем абзаце нет, не плюрализм. Вот такие дела. Очень интересно, мне кажется. Спасибо, Илья. Ну, так, в завершение я только могу сказать, что статья оставила несколько смешанных впечатлений у меня в том плане, что да, действительно тема интересная, но некоторые моменты, в частности вот с необходимостью П, которая там не обязательно облечет истинность П в достижимых мирах и так далее. В общем, у меня возникли некоторые вопросы. Ну, я так чувствую, что это, видимо, была ее в том числе авторская задумка и, ну, вот как мы в конце увидели, что она, видимо, особо и не старалась давать ответ на вопрос о логическом плюрализме, а в духе плюрализма сделала два ответа, которые одинаково можно принять. в начале мне показалось был ряд тем, который затем куда-то испарился. Она говорила о метафизической необходимости, логической необходимости и так далее. А потом у нее это было... О, тут дело в том, что она пыталась найти какое-то общее определение для общезначимого аргумента валидного, и он у нее завязан на возможных ситуациях. А это возможные миры. И она из этого перешла к тому, что как бы возможности и необходимости их очень много разных существует. Из этого как бы она делает вывод, что вот эта вот штука с возможными ситуациями, она нифига не однородная, она тоже размытая. И поэтому она потом переходит к общезначимости в смысле Беларестала, потом к Тарскому, и суть вот этого самого обобщенного тезиса Тарского, что он очень хорошо работает для логического плюрализма такого же самого. То есть можно немножко поменять и множество общезначимых аргументов изменится. Очень такая техническая история. Мне кажется, понятие общезначимости можно смело заменить понятием логического следования и с ним работать. То есть это необязательное для аргументации тезис против плюрализма тезис 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 мне показалось все-таки аргументации мы можем делать письменные высказывания мы можем записывать высказывания на магнитофонную ленту или на какой-то электронный носитель и мне себе можно представить ситуацию когда я здесь сейчас не будет общезначим например какой-то человек записывать я здесь сейчас мы рекоментировали я здесь сейчас на этом плане но видите это такая фишка индексикалов то есть я здесь сейчас все-таки предполагаю что это высказывание которое вот здесь сейчас и говорится именно этим человеком то есть это такая контекстуальная но безусловно оно и сказано этим человеком и как он и запланировал он его записал это просто не устное высказывание это записанное ну на магнитофонную ленту допустим высказывание но он лежит не на этом кладбище где он сейчас тогда можно я здесь сейчас записанное да это как раз разрыв контекста получается тут дело в том что тогда высказывание будет что на такую-то пленку записано такое-то высказывание это кстати истинное высказывание в данном случае но это как раз уже не индексикал получается индексикал это когда именно я вот это сейчас и говорю ну особенность такая у этих индексикал ну ваш контрпример да понятен надо посмотреть что у Каплана по этому поводу кстати потому что я так понимаю что это идея я здесь сейчас это его записанная мною речь тоже моя речь я записал свою речь я сказал свою речь когда я ее записал и она записана согласно моим представлениям что я буду именно здесь лежать похоронен да нет там опять же там важен сам факт произнесения в данный конкретный момент времени если помните были в теории речевых актов перформативы так называемые вот это немножко сходная вещь то есть здесь в определенном смысле этот акт высказывания это акт совершения действия вот поэтому и происходит привязка такая именно к этому контексту да но даже когда я ручкой пишу всегда действия немножечко в будущем а вот у Каплана как раз возможности есть приписывание в рамках одного момента времени это как раз то что в конце было про про пример Вильямсона и про Каплана то есть вот вот это как раз штука что вот это тоже просто высказывание я тоже несколько в будущее вот и по-хорошему из-за того что это высказывание несколько в будущее высказывание что сейчас в точности 8 часов вечера вообще-то оно всегда ложное потому что даже если я четко поймаю этот момент то у меня получится вот этот самый временной разрыв и поэтому Каплан собственно говоря ввел вот эту штуку которая позволяет приписывать в контекст именно в определенный момент времени это конечно условность и в физическом мире такого нет но мы же как бы физический мир мы не считаем самым строгим у нас там после физического идет логический а потом метафизический вот так что семантически технически можно и индексикалы как раз вот на этой штуке в том числе каплановские они в том числе на этой штуке как я понимаю и работают то есть высказывание я сейчас здесь оно должно быть именно вот про этот конкретный момент времени когда я я это говорю а не про то что там через 50 лет кто-то увидит услышит запись на магнитной ленте где-то там ну да пока человек произносит я сейчас здесь он может умереть раньше чем его высказывание достигнет ушей слушателей да вот каплану надо было наверное что-то сделать насчет незавершенных индексикалов по причине внезапной смерти но я так понимаю это немножко выходящий за тему его индексикалов вопрос ну а так да ну условность безусловно хотя надо сказать что я с индексикалами не совсем хорошо знаком в деталях я думаю что у нас в обсуждении присутствуют люди которые лучше у них разбираются но по какой-то причине они молчат может быть занят ну хорошо вот второй вопрос можно ли на этих разграничениях между носителем истинностного значения действительно говорить о логическом плюрализме как-то тезис тоже кажется сомнительным если бы на чем-то другом строился логический плюрализм на чем-то более надежный как-то а на чем например на характере логики на ее исходных каких-то аксиомах не исключая конечно общезначимости непротиворечивости и так далее логика должна быть логикой ну что-то пара непротиворечивая логика вполне себе логика да но она непротиворечивая пара непротиворечивая она непротиворечивая ну да ну я так понимаю что идея Рассел как раз заключается в том что вот у нас есть основное ядро для всех логик я уже вначале вы там не могли еще подключиться к тому времени в самом начале она говорит о том что логика это про аргументы и про общезначимость аргументов то есть логика изучает множество последовательностей чего-то одно множество общезначимо а другое не общезначимо то есть вот для нее это основа логики в этом логика и заключается да вот у меня сразу же вопрос к этому возник но и потом она говорит что вот это одно выводит потом вот этот самый генерализированный тезис Старского как основу того что такое общезначимый аргумент и потом говорит что ну вот есть у нас основа общезначимости а потом мы можем жонглировать носителями истинности у нас будут получаться как бы разные по-разному работающие логики и у меня большое сомнение что общезначимость можно свести к непротиворечивости а непротиворечивость можно свести к общезначимости но если у нас не будет непротиворечивости то у нас не будет и логики я на самом деле плохо помню сейчас мета-логику про это по-моему как раз наличие множества общезначимых аргументов ну общезначимых построений это что-то очень тесно связанное то ли с корректностью то ли как раз с непротиворечивостью это мета-логическая штука и по-моему ну как бы она техническая во многом и там по-моему что-то как-то где-то даже доказано но я не помню конкретно что общезначимость аргумента предполагает что у нас есть способ для всякого построения определить является ли это построение общезначимым или нет это корректность по-моему это корректность непротиворечивость тесно затрагивает вопрос об истинности а общезначимость она сводится в общем-то к логическому исследованию но истинность исследования они не согласуются согласно теоремам того же Тарска поэтому говорить об общезначимости это только ну в лучшем случае по половинке я не уверен даже что это половинка на самом деле это наверное меньше мне кажется что общезначимость в данном случае ну опять же она понимает логику вот в определенном таком конструктивистском смысле то есть что такое логика это мы берем некоторые аксиомы видимо и потом используя некоторые правила делаем из некоторых утверждений которые посылки другие правильные утверждения для того чтобы это было возможно нужна общезначимость потому что если у нас нет общезначимости то мы не можем гарантированно из посылок получать некоторые следствия поэтому нам нужно во-первых некоторое определение общезначимости такое чтобы оно было универсальным для всех логик и нам бы хотелось чтобы некоторые было основанию этой общезначимости то есть чтобы мы не просто произвольно говорили ну там а и б истина поэтому у нас будет ц истина И хотелось бы, чтобы были какие-то носители истины вот у этих вещей. Но она как раз показывает, что носители истины, все кандидаты на эту роль проваливаются. И вот у нас остается только общезначимость, которая строится на отношении логического следования, на бесконечном получении одних истин из других. Ну, может быть, не знаю, можно ли так от проблемы непротиворечивости логики избавиться? Мне кажется, она просто немножко в другую сторону проблемы непротиворечивости уведет в данном случае. Хотя, на мой взгляд, как получается? Если у нас в логике непротиворечивость работает, точнее, наоборот, если у нас в логике нормально работает общезначимость, то есть мы нормально делаем из одних истин другие истины бесконечно, то у нас, по идее, не должно быть никакой противоречивости. Потому что если противоречивость есть, то мы не можем с гарантией производить из одних истин другие истины. У нас может всякая фигня получаться. Может быть и так, но я не уверен, что это можно доказать. Ну да, я о чём и говорю, что этот вопрос, он металлогический, а я что-то в последнее время понял, что я забыл всё, чем у меня учил Алексей Геннадьевич Кислов в плане металлогики. Я даже не помню, что такое полнота, в смысле, как она доказывается. Так что это мне надо всё вспоминать. Да, да бог с ней, с полнотой. Вот как раз мы можем, мне кажется, игнорировать вопрос о полноте и прекрасно строить различные по своим основаниям логики. Но мы не можем... Полнота и непротиворечивость доказываются похожим образом. Они просто с разных сторон идут. Так-то это примерно одно и то же на самом деле. А с технической стороны, то есть если я правильно помню, полнота и непротиворечивость доказываются в том числе на деревьях, на аналитических таблицах. И просто полнота доказывается сверху вниз, а непротиворечивость снизу вверх, условно. Вот, ну это уже такой технический опять же вопрос. Ну да, тут сложно, мне не очень в это верится. Ну ладно, спасибо, спасибо, Илья. Так, может у кого-то ещё соображение? У меня вопрос такой. Почему, по-твоему, у Джиллиан Рассел очень конструктивистская точка зрения? Я так понимаю, вопрос заключается не в том, почему она лично это выбрала, а как я сделал этот вывод из этой статьи? Ну да, почему ты это не считаешь? Так, ну, опять же, в первую очередь из-за того, что для неё логика – это два множества аргументов. Одни общезначимы, другие нет. Это для неё основное. Что такое аргумент? Это вот то, что я вначале произносил, что ну вообще как бы аргумент – это инструмент определенный. А по получению одних истин с других, и, в общем-то, на мой взгляд, аргумент очень близок по своему смыслу к доказательству. Ну вот как раз к тому самому доказательству, о котором в последнее время мы так много разговариваем. Вот, и на мой взгляд, у неё получается следующее. У неё есть некоторые общие критерии общезначимости, по которому аргументы либо попадают в определенное множество, либо нет. Причём этот критерий можно вертеть. Ну то есть можно его немножко переделывать, и тогда множество будут изменяться. И эта штука у неё является более первичной по отношению к этим самым носителям истинности. То есть вообще, строго говоря, наверное, признание наличия какого-либо носителя истинности – это определенный шаг в сторону реализма. И в данном случае нельзя, конечно, сказать, что она радикальный какой-то конструктивист. То есть она хотя бы о них говорит, об этих носителях истинности, и пытается понять, в каком смысле их можно куда примерять. Но в целом у неё, на мой взгляд, первично именно то, что логика про аргументы – вот критерии общезначимости, это наш инструмент. А носители истинности можно пробовать разные. Можно, я так понимаю, не пробовать никакие. Она же, кстати, это упоминает, про то, что логики совершенно спокойно занимаются логикой, вообще не думая об этом вопросе, им нормально. И вот, на мой взгляд, в этом есть некоторый этот самый конструктивизм. Ну, я понял, но почему конструктивизм? Мне больше кажется, что это какой-то прагматизм. Ну, кстати, да, прагматизм, может быть, даже больше подходит. Ну, да, да, я согласен, конструктивизм, наверное, здесь действительно, короче говоря, да, она недостаточно антиреалистична, чтобы быть конструктивистом. То есть, да, скорее всего, у неё такой, ну, некоторый плюрализм у неё явно присутствует, раз она признаёт, что можно использовать разные носители истинности. Но она, в принципе, не отказывает им в определённом, даже автономном, что ли, существовании, она вообще этим вопросом не занимается. То есть, для неё просто важен вопрос, чтобы работало. Так что, да, да, я согласен с тобой, это скорее прагматизм. Ну, просто как бы прагматист, он же может быть несколько конструктивистом, так что. Вот поэтому мне и как-то конструктивизм больше в глаза бросился с самого начала почему-то. Ну, как не почему, а потому что она начала с того, что вот логика – это про аргументы. Мне ещё осталось непонятным вот что. В самом начале, когда она о логике говорит, можно ли сказать, что для неё логика – это описательная наука, которая как бы работает следующим образом. Вот мы в естественном языке рассуждаем как-то, и, соответственно, у нас есть рассуждения, которые мы считаем правильными, есть рассуждения, которые мы считаем неправильными. А логика – это научный подход к классификации этих рассуждений. Ну, вот когда она говорит об аргументах, она же на самом деле о рассуждениях говорит, а не о аргументах в буквальном смысле. То есть логика должна описать то, что уже существует, то, как мы рассуждаем. Или же логика имеет какую-то другую задачу. Она просто строит разные логические… В рамках логики мы просто строим разные логические системы, они описывают разные способы рассуждения. Видишь, у нее там присутствует… Сейчас я попробую даже найти. Вот как раз. Ну, то есть, да, видимо, имеется в виду у нее, что… Ну, например, классическая логика ES5 – это два разных подхода к определению вот этих двух множеств валидных и невалидных рассуждений. Да, я согласен с тобой, аргументы – это здесь… Аргумент более частная такая история. Ну, то есть, видимо, да, имеется в виду некоторое множество рассуждений, и логика представляет собой разные попытки определения этих двух разных множеств. Ну, опять же, общезначимых и необщезначимых. Ну, вообще вопрос сложный, то есть она же напрямую это здесь не проговаривает. Ну, вот на предыдущем параграфе у тебя желтеньким выделено в самом конце. Она говорит, что вот эти вот рассуждения, которые для этого приводятся, они как бы нам подсказывают, что на самом деле логика изучает не кто-то разделенный на два множества, соответственно, верные рассуждения или неверные рассуждения, а что их как бы разделений, на самом деле, очень много. Много пары этих разделений. То есть мы берем классическую логику, у нас вот так разделение. Берем что-то другое, другую логику, у нас по-другому. Ну да, да, я, может быть, как-то некорректно выразился, но я именно это имел в виду. То есть у нас есть разные подходы к определению вот этих вот штук. Ну, я так понимаю, что на самом деле ничто не запрещает нам вместо вот этих самых двух подмножеств сделать там три как многозначной логики, например, или даже больше при желании. Ну тогда возникает вопрос. Все равно два будет. Ну как бы верные рассуждения или неверные. Нет, с точки зрения рассуждений, да, я имею в виду, что истинностных значений можно придумывать несколько. Кстати, я думаю, что теоретически можно создать такое отношение следования, которое будет трехзначным. Ну ладно, опять у нас какая-то фэнтези-логика пошла. Ну ладно, у меня больше нет вопросов. Ну а тебе это все-таки как кажется? Что логика делает? Просто описывает по-разному, разными теориями или что-то еще? Да вот я не готов ответить на этот вопрос. Ну да, потому что как у нас стандартное определение-то? Ну не определение, а стандартная характеристика логики есть, что логика – это нормативная наука, она рассказывает, как правильно мыслить. Значит, что логика должна не только описывать, она должна еще и законы придумывать, навязывать. Ну да. Ну а что мы в итоге про нее скажем, как про реалиста и антиреалиста? Она кто у нас? О том, что из того, что нам уже известно о ней, из данной статьи сказать, пока ничего конкретного не получается. Ну и опять же говорю, мне кажется, она так и хотела сделать, потому что иначе бы она совершение статьи не сделала. Противоречил. Ну или терпимому противоречил. Так.